всем привет вы на канале красота и бисер сегодня я вам предлагаю такое оригинальное колье с ажурной подвеской смотрите как нежно и красиво смотрится эта подвеска даже в темном цвете хорошо подчеркивает подвеску цепочка я взяла для цепочки те же цвета серый и черный и поставила их узором и получилось вот такое оригинальное украшение также эту цепочку можно использовать и для браслета как саму цепочку так и использовать подвеску для середины браслета и несколько звеньев сделать для продолжения браслета будет шикарный красивый браслет и кто любит большие красивые сережки можно там где я прикрепила цепочку прикрепить швензу и будет красивая сережка единственное хочу обратить ваше внимание я плела цепочку на мононити я сначала пробовала плести на обыкновенной бисердной нити то сами звенья цветочки вот в звенье они крутятся это тоже оригинально но мне кажется для другого плетения для этого чтобы лежали звенья ровненько нужно мононить или леска это единственное пожелание так что если вам нравится присоединяйтесь и приступим выполним это симпатичное украшение понадобится бисер серый номер 10 вот его номер черный бисер трех размеров три миллиметра два миллиметра и номер 10 10 номер вот его номер и плести я буду на мононити набираем 12 серых бисерин подводим концу нити кончик сантиметров 10 оставляем чтобы просто можно было его потом спрятать и завязываем узелочек два раза закрепляем наши бисеринки в колечко и пройдем по этому кольцу иголочкой еще один раз чтобы она была поплотнее и теперь набираем серая черная и серая три бисеринки и после бисерины из которой выходит нить одну пропускаем и в следующую проходим снова набираем одна серая одна черная одна серая и также одну пропускаем и в следующую проходим так проходим весь ряд и последний раз три бисерины мы одну пропустили и проходим на новый ряд в две серых бисеринки и в черную вершинку уже нового ряда у нас получилось 6 черных вершин будем их соединять таким набором серая три миллиметра бисерина и серенькая и соединяем с вершинкой с очередной снова набираем серая три миллиметра и серая и проходим в следующую черную вершину и так весь ряд и последний раз мы также проходим в черную вершинку предыдущего ряда дальше проходим в серую бисеринку возле черной предыдущего ряда и в серую бисерину самого первого ряда вот так и теперь набираем бисерину 3 миллиметра и проходим серую бисеринку напротив тоже первого ряда вот так подтягиваем и у нас эта бисерина получается в центре цветочка возвращаемся в нее же и в серенькую бисеринку из которой вышли с другой стороны вот так теперь также по бисеринам по серым поднимаемся следующую серую бисеринку второго ряда черную бисеринку и серую вот так теперь набираем 7 серых бисерин и будем проходить в серую бисерину с противоположной стороны дальше опускаться в следующую серую бисеринку предыдущего ряда дальше в серую бисерину первого ряда подниматься в серую бисерину предыдущего ряда и в серую бисерину возле другой бисеринку черной 3 миллиметра то есть будем делать круг нитью по этим пяти бисеринам снова набираем 7 бисерин и также проходим в серую бисеринку с другой стороны черной бисерины 3 миллиметра и проходим вокруг маленькой черной бисеринки по пяти серым к следующей бисерине серенькой возле очередной черной бисерины и так окружаем по 7 бисерин каждую бисерину 3 миллиметра проходим весь круг после последней серой бисерины переходим на новый ряд и проходим через 4 серых бисерины из 7 нить выходит из середины лепестка это будет средняя из 7 бисерин которые мы набирали в предыдущем ряду и теперь мы набираем 9 серых бисерин и соединяем с серединкой 7 бисерин следующего лепесточка и так набираем по 9 бисерин соединяем с серединкой каждого лепестка по всему кругу и последний раз 9 бисерин в этом ряду мы проходим в серединку лепестка из которого начинали и в следующую бисеринку из 9 уже нового ряда вот так нить выходит из первой бисерины из 9 набранных предыдущем ряду теперь мы набираем 12 серых бисерин и проводим иглу в первую бисеринку этих девяти и над этой дугой получается еще одна дуга набираем одну черную бисерину и проходим снова в первую из бисеринку набираем снова 12 серых бисерин и также проходим в первую бисеринку этих девяти бисерин дальше набираем одну черную и проходим в две бисеринки следующих девяти дальше набираем пять серых и четыре черных бисеринки и проводим иглу в последнюю черную возле серой игла по направлению рабочей нити подтягиваем и у нас получается крестик проводим иголочку в боковую грань крестика набираем 12 серых бисерин и проходим в эту же бисеринку из которой выходит нить с другой стороны делаем боковую петельку и проходим в следующую вершинку крестика дальше набираем 18 серых бисерин и проводим иглу также в черную бисеринку из которой выходит нить и вот так и получаем среднюю петельку дальше проводим иглу в следующую черную бисеринку крестика снова набираем 12 серых бисерин и проводим иглу в эту же черную бисеринку из которой выходит нить с другой стороны и сразу проходим в черную бисеринку самую первую из которой мы начинали делать петельки вот так набираем пять серых бисерин и проходим в две последние бисеринки из девяти этой дуги теперь набираем одну черную бисеринку и проводим иглу в первую из девяти бисерин следующих снова набираем 12 бисерин и проводим иглу в последнюю из девяти бисеринку набираем одну черную и проходим в первую из девяти еще одну дугу делаем из двенадцати бисерин и проводим в последнюю из девяти бисерин предыдущего ряда набираем одну черную бисеринку и проводим в две бисеринки из девяти теперь делаем такую же отделку из трех петель как и делали внизу после петельки вышли в две бисеринки из девяти последние набираем одну черную бисеринку и проходим в две бисеринки серых из двенадцати уже нового ряда вот так теперь будем делать отделку дальше набираем одну черную бисерину и проходим иглой в следующую бисеринку то есть мы не пропускаем а между каждой бисериной будем вставлять отделку по одной черной бисерине вот из этой бисеринки ниточка выходит набираем одну черную и сразу в следующую проходим итак проходим всю дугу и получилось 9 отделочных черных бисерин ниточка вышла из одиннадцатой бисерины дуги в которой 12 бисерин и теперь набираем бисерину черную 3 миллиметра и проходим следующую дугу во вторую бисеринку вот так и теперь украшаем черными бисеринами следующую дугу на второй дуге получилось тоже 9 черных отделочных бисерин и нить выходит из одиннадцатой бисеринки этой дуги и теперь набираем маленькая черная черная 3 миллиметра и маленькая черная и проходим иголочкой в четвертую бисеринку маленькой петельки вот так и на этой петельке делаем пять отделочных бисерин черных и берем теперь шестую черную отделочную бисеринку и она будет общей для двух петельных и проходим в четвертую серую бисеринку большой петельки и продолжаем украшать большую петельку переходим на маленькую и продолжаем украшать так как делали на этой стороне и когда обошли весь круг добавили отделочные бисерины и после последней бисерины 3 миллиметра можно опуститься на нижнюю дугу на нижний круг и добавить еще по три бисеринки черных для отделки осталось в подвеске спрятать только ниточку из которой начинали и она готова можно переходить к цепочке берем мононить метр длиной перегибаем пополам и продеваем колечко от застежки завязываем узелок на каждый конец нити и одеваем иглу и на одну иглу одеваем одну черную бисеринку и вторую иглу проводим в нее на одну иглу одеваем черную и две серых на вторую одну черную одну серую и там где две серых последнюю серую проводим иглу вот так набираем на одну иголочку две серых и четыре черных подводим их к плетению и и первую серую проводим иглу игла по направлению рабочей нити от плетения и подтягиваем получаем колечко второй иглой делаем так же теперь берем черную бисеринку два миллиметра и перекрещиваем в ней иголочки набираем одна серая четыре черных одна серая подводим к плетению и также игла по направлению рабочей нити проводим ее в серенькую бисеринку второй иглой делаем так же и и и и и и и и и теперь в серой бисеринке делаем перекресток на одну иглу набираем две черные и одна серая и на вторую иглу набираем серая и одна черная и в черной бисеринке делаем перекресток у нас получилось первое звено дальше начинаем как набирали от кольца на одну иглу набираем черная и две серых на вторую черная и одна серая серой делаем перекресток у нас начинается новое звено и так делаем столько звеньев сколько вам нужно для колье и цепочка будет иметь вот такой интересный вид чтобы присоединить подвеску к цепочке нужно нужно определиться можно сделать по всей длине цепочку и тогда посредине прикрепить подвеску между двумя звеньями за черные бисеринки если вам нужна в самом колье закругленная форма но так как мне нужна острая форма углом я сделала две стороны цепочки по 17 звеньев и теперь присоединю подвеску каждой стороне цепочки вот например заканчивается последнее семнадцатое у меня звено набрано серая черная на одну сторону и серая и черная бисеринка на вторую сторону и теперь осталось сделать перекресток и так как у нас в самой большой петле подвески 18 бисерин я буду делать перекресток двух игл в каждой восьмой бисерине с этой стороны чтобы между двумя сторонами было две бисеринки вот одной иглой я прошла в эту сторону и второй иголочкой в эту же бисеринку с другой стороны подтягиваем и у нас будет прикреплена одна сторона можно за черные бисеринки прикреплять но чтобы они не переворачивались я за серенькую за основную и теперь по бисеринам пройти завязать узелки и спрятать ниточки и через две бисерины пропустить и если считать от черного крестика снизу будет восьмая бисерина прикрепляем с этой стороны к восьмой и колье будет готово восьмой бисерин восьмой бисерин восьмой бисерин